Мир вам, братья и сестры! Я рада приветствовать вас этими чудными словами Господа нашего Иисуса Христа. Очень важно иметь мир, мир в семье, мир в церкви. Когда в государстве нет мира, идет гражданская война. Когда между странами нет мира, мы не можем полететь, мы не можем общаться, потому что нет мира. И поэтому Христос приветствовал своих учеников и всех, кто слушал Его. Мир вам! Он нес этот мир. Будем и мы нести мир Божий в сердца незнающих, в сердца тех, кто вдали от Бога. Даже тех, кто познал Господа и где-то споткнулся, где-то упал, где-то ошибся. Мы должны нести этот мир. Мы часто любим побить, унизить, переговорить. Это плохо, это очень плохо. Это должно исключено быть из ряда народа Божьего, потому что мы не должны быть переносчиками в народе Божьем. Мы должны созидать Дом Божий. Мы должны созидать этот мир и хранить этот мир в нашем сердце. Ну, я такое короткое сделала вступление. Прошу простить меня. Прошу очень простить меня. Я такая бурная, шумная, громкая. Это от природы. Бог дал такую способность. Я благодарю ваших старших братьев, которые благосклонно отнеслись к нам и позволили нам послужить у вас словами свидетельства. Я закончила школу хорошо, почти с отличием. Приехала в Барановичи поступать в ваш техникум легкой промышленности. Я на отлично сдала экзамены. Но меня вызвали на педсовет и сказали, что не могут мне позволить учиться. Меня сопровождала, как и многих из вас, из старшего поколения, характеристика, что я христианка в вере евангельской тире пятидесятница. И это было как клеймо на нас, христианах. Мне сказали, Бог или учеба? Мне девочке 16 лет. Я стою перед выбором, Бог или учеба? Я выбрала Бога. Я не стала учиться. Но, приехав домой, я плакала. И мой отец, о котором брат-восслужитель сказал, что это Федор Максимович, я его дочь. Он помолился за меня. Он возложил на меня свои отцовские руки. И слезы моего отца падали на мою голову. И он молился Богу. И просил позаботиться. Чтобы Бог позаботился обо мне и о моей дальнейшей жизни. И Бог позаботился. Я принимаю решение ехать в Вильнюс. Там был старый друг моего отца из Рудни. Брат Леня. Он сидел в тюрьме в Минске. И поэтому, переехав туда, папа меня как бы смело отправлял. Он же не ехал со мной. Я сама, девочка. Еду туда. Занятия в Вильнюсе уже идут. И когда я пришла на педсовет и сказала, что я христианка. Я верю в Бога. В моей республике Беларуси не дали мне учиться. По вере. Они меня взяли. Но сказали на испытательный срок. Первое полугодие я должна была закончить с отличием на дни пятерки. Я закончила. Бог помог. Я закончила техникум. Одна единственная. На весь тот курс с отличием. Меня посылают в Камновский университет. Я бы могла бы, наверное, быть каким-то доцентом наук. Но Бог ломал мою судьбу. И лепил из меня тот сосуд, который Бог хотел видеть. Как возможно каждого из вас. Бог написан на горшочник. Он может полностью сломать. И заново выстроить сосуд. Который будет употреблять для доброго дела. Мне отказали в Каунасе. Хотя Калыч меня направлял. Ну техникум тогда это назывался. Надо было вступить в комсомол. Единственной преградой, чтобы учиться в университете, стал комсомол. Я сказала нет. Они сказали на одну ночь. Пока пойдут документы, утром они получат и воспримут. А я сказала, а если за эту ночь придет Господь? Мне было 19,5 лет. Я сказала нет. То есть Каунасский университет я потеряла. Папа приехал, меня забрал. И через Министерство образования, потому что это Литовская СССР, он перевел меня в Беларусь. Я приехал в Пинск на комбинат верхнего трикотажа. Меня сказали, что возьмут. Меня оформили. Я иду первый день на работу. На проходной меня останавливают. Меня вызывают на партсобрание. Там женщина возглавляла парторганизацию этого комбината. И сидели мужчины, человек 15. Это были партийные работники цехов и отделов. И она сказала, что мы не можем вас допустить до работы и руководить комсомольской молодежной бригадой, потому что вы не комсомолка. Вы имеете взгляды на жизнь? Я говорю, да, я верю в Бога. Она сказала, три дня на размышления. Я не думала ни одного дня. Я сказала, три минуты думать не буду. Она сказала, пройдите, возьмите свою трудовую. Вы уволены. И нигде вас не возьмут на работу. И правда, нигде не брали на работу. Я думаю, может быть, посуду мыть возьмут в три столовых и ресторанов. И зашла там начальник, как всегда, отдела еврей. И он говорит, посмотрев мою фамилию, говорит, нельзя. Приказано вас не брать. А он пишет объявление. Он пишет. А я говорю, что вы так написали, как куролапой? А он говорит, можешь лучше? Я говорю, могу. И я, так как я от природы хорошо рисовала и писала, я так красиво написала. Он говорит, все, я тебя оформляю. А малером третьего разряда, это беззубые мужики работают, пьяницы на этой работе. А ты у меня будешь работать художником. Смотрите, он меня заводит в столовую номер 7 города Пинска. Кто начальник столовой? Еврей тоже. И он мне говорит, значит, вот твой начальник, потому что мастерская над столовой. И говорит своему другу еврею, девочку утром покормить, днем тоже обед дать, вечером в торбочку положить. Это Божья забота, братья и сестры. Ведь моя зарплата малера третьего разряда, девочке, закончившей колледж с отличием, это было всего лишь 60 рублей в то время. Уборщица получала больше. Но Бог заботился. И Бог продолжал заботиться. И это такое вступление сделано небольшое, чтобы сказать, как все-таки Бог формирует и сам готовит служителей. Сам готовит, несмотря на то, что я женщина. И братья болезненно воспринимают, когда трудятся женщины на Неве Божьей. Бог избрал меня, и Бог повел меня. Началась свобода. Я решила, братья и сестры едут за границу. А я, вы знаете что, решила в сердце своем так разработать план, чтобы донести евангельскую весть до простых деревенских людей. Я сама с деревни. Я выросла среди людей простых, людей труда. Я хотела, люди из Польши везли вещи, а я из Польши привезла чемодан Библии. Вы знаете, не пропускал, а таможенник, он выкладывает чемодан на Библию, а я ложу. Я говорю, пан, что ты делаешь? Я же, я же Слово Божие везу, тебя Бог накажет. Но голос громкий. Он с чемодан, а я в чемодан. Он с чемодан, а я в чемодан. И начальник таможни подошел, говорит, что ты мучаешь эту девочку? Тут уже все слышат, потому что я стала говорить о Христе, что я везу эти Библии. Это впервые свободно можно везти для того, чтобы раздать людям, раздать, чтобы они читали Слово Божие. И первыми, кому я раздал это, соседям. И слава Богу, в 20 лет уверовала моя соседка. Мне было очень хорошо, я с ней молилась. Там, на Сиреневой 30, в домике в Пинске, этот домик купил для нас отец, для всех детей. А этот план, который я разработала в Библии в каждый дом, Бог в точности, да наоборот, сделал. Бог поселил меня в Нью-Йорке с Библией в каждый дом, но только не белорусский дом, а еврейский дом. Как Бог усмотрел, что когда я делала ремонт в своем доме, знаете, как я очень хотела, чтобы все было аккуратно, чтобы все было красиво. Я сама рисовала, картины рисовала, тексты многие заказывали, я писала. И эту работу сбраковала, поэтому я сама доделывала ее. Я услышала голос. Дочь моя, не прилагай к всему сердце. Идет время, и ты оставишь этот дом. Родину, и ступит твоя нога на чужие земли, ибо ты мне там нужна. В это время в Америке, в Баффало, на больничной койке умирает старик. Он с верующей семьи, семьи христиан из Украины. Он приехал молодым человеком в Америку в те еще времена после войны. Днями он учился, ночами он работал. Он разбогател. О Боге он забыл. А его мама, провожая его, простая деревенская женщина, она ему платочком, взняв с головы, мыхала и казала, «Сынок, там, в чужой стране Бога не забудь!» Но он забыл. К нему пришло сознание, когда он стал больной, одинокий, никому не нужный. И он просит, Господи, пришли человека, кто бы мог мне помочь вернуться к Тебе. Я не о себе. Я думаю, что много было достойных там людей. Но Бог презрел на меня. Я ничем не заслужила этого. Бог презрел на меня, и я оказалась в Баффало. Хотя прилетела в Ютику, и братья давали Библии гостям, подарки. А мне всем русские подарили, а мне украинскую. Я думаю, Боже мой, прости меня, Господи. Эти хлопцы, которые дарили, старые холостяки после сорока. Ну, не могло бы, поэтому и не поженились. Всем дали русскую, а мне украинскую. Как же они же меня лично знают? Я по-украински не читаю. Я по-украински не говорю, но там в Забровцах ходит. Пошел, что срубил. То вы все на такой мове разговариваете, правда же? И я эту украинскую Библию никуда не оставила. Нигде ее никому не передарила. Какой-то страх напал. Я ее с собой возила. Даже на миссию в Нью-Йорк, когда меня американские братья взяли с собой на миссию. И я там трудилась среди бездомных. И вернувшись, я оказалась в Баффало. И вот украинская Библия. Я английский язык не знаю. И в школе не училась. Я всего лишь гость. Работы найти не могу. Мне унизительно, когда мне дают пять, три, два доллара. Я думаю, Боже мой, я богатого батька, дочка. Мой батька теплицами занимался. Вы все знаете, гроши в его були. Хату купил в Пинску на те времена. А мне, чтобы дали доллар, два, три, я и могу своими руками заработать. И я стала просить Бога. Ночь провела в молитве. Ночь. И наутро я прошу свою знакомую подругу, привези мне заявление с госпиталя. Она говорит, Нина, ты два слова связать по-английски не можешь? Какое заявление? Тебя никто не возьмет. Я говорю, стоит денег это заявление? Она говорит, нет. Она привезла через две недели. Я уже проходила интервью. И через переводчика. И мне говорят, что я должна одежду одеть, ну, как в госпитале. А в госпитале в основном ходят в штанах или в шортах и как-то еще. А я говорю, я эту мерзость не одену. Вы знаете что? Она растерялась. Она, председатель учебного корпуса, растерялась. И говорит, а что же вы оденете? Я говорю, юбку ниже колена, кофту ниже локтя. И, пожалуйста, платок. Они все это принесли. Я так не говорю, что я так одевалась, братья и сестры. Я по-разному одевалась. Хотя мой папа строго говорил и воспитывал меня. Очень строго. Никаких вольностей мне он не позволял. И начались занятия. Госпиталь за меня заплатил. Я учусь. Ну, я же английского не знаю. Я списываю. Ну, это же неправильно. Ну, я же не знаю. Я не понимаю. Я просто списываю. Зрение хорошее. И списываю, как американцы сидят, какой кружочек обводят. Так и я обвожу. Сдавать экзамены я не могу сдать. И я говорю, господи, за какие грехи ты меня наказал этой Америкой? Мне так стыдно. Я экзамен не могу сдать. И я плачу. Я плачу. Два ручья. И подходит опять вот эта же женщина. Она начальник учебного корпуса. Она сказала, вы нам нужны. Не плачьте. И она берет другую девочку верующую, которая одета так, как все. Я по-другому. И заводит в палату к этому человеку. Он увидел меня и стал плакать. Образ мой напомнил ему. Образ матери. Тогда христиане ходили скромно. Просто. Никаких никто не носил украшений. Это был грех. И она говорит, что случилось? Почему вы так плачете? Она говорит, она мне напомнила маму. И на украинском языке он стал говорить со мной. Начальница учебного корпуса привела меня в свой кабинет, дверь закрыв. Это даже в Америке не позволяется. Она сказала, я обведу ответы. Сто вопросов. На них нужно ответить на английском языке. А ты выучь их правильные ответы. И ты пройдешь. И я что выучила? А что ж поргалку написала? Никто же не знал, что я написала. Потому что по-русски. Номер один ответ такой. Там никаких цифр, вернее букв не существовало. Только цифры. И я прошла. И я уже на работе. И одна говорит, старшая медсестра, средняя медсестра, а я младшая медсестра. Там такой распорядок в медицине. Говорит, ты видишь эту русскую? Она говорит, вижу. Она говорит, два слова связать не может. А ты знаешь, что экзамен сдала на сто? А она говорит, да, я знаю. У русских так, говорит. Они умом понимают, языком сказать не могут. Это так понимали американцы и принимали нас, русских там. И вот я в палате этого Миши. Его зовут Миша. Пожилой человек, больше чем 80 лет ему. Я читаю ему украинскую Библию. Прошло 9 месяцев. Потому что он больной и не воспринимает так, как здоровый человек, чтобы много прочитать. Я в его палате преклоняю колени, я молюсь. И в один день я захожу, сидит католический священник. Я говорю, дядь Миша, а чего он тут сидит? А он, кажется, сказал, что помру. Теперь, чи завтра? Як? Я братьям наши, то пинские наши братья. Брат Селюк был тогда служитель у нас в Пинске. Он как раз в Баффало был. Брат Мороз со Столина. Быстренько звоним с моей подругой. Они приезжают. Брат Миша исповедуется. Брат Миша на моих глазах уходит в вечность. И я вижу, как душа отделяется от тела. И такой молодой, стройный. Он удаляется и говорит, Нина, как же хорошо мне. И он мне говорит, пойдем со мной. А я говорю, не могу, мой труд еще не кончился. Мне было ровно 35 лет. И я сказала в Баффало, Господи, забери меня. Забери меня домой. Братья унижают. Когда говорю, как-то так вот, ну, не дают. Потому что особенно тогда Бог вел меня таким служением. Я сильно обличала братьев и сестер за то, что полюбили нынешний век. За их одежду обличала. За образ жизни обличала. Я говорила смело, прямо, открыто. Но таких не любят, ни в мире, ни среди верующих. Меня гнали все. И я жаловалась Богу. Я говорила, Господи, отвернулись друзья. Я не буду больше говорить. Я зачем ты вообще меня прислал сюда? И Бог ночью проговорил ко мне, дочь моя. Не переживай, что твои друзья отвернулись от тебя. Я сам подберу тебе друзей. И по сегодняшний день Бог подбирает мне друзей. Вот ваша семья. Вы их знаете, их никогда не видела, не знала. Это всего лишь 10 минут разговора по интернету. И я уже у вас. Слава Господу, братья и сестры. Я подберу тебе друзей. Бог подбирает друзей. Не ищите друзей лукавых, корыстных. Бог за это осуждает. А с искренним Бог поступает искренне. Закончился мой труд. Я вот прошу Господа забрать меня. В трехдневном посте я ни ем и ни пью. Я говорю, Господи, забери. И я в мгновение ока оказалась в прекрасном саду. Красоту того сада. Чистоту нельзя пересказать. И того, такого благоговения, радости, которое посещает там тоже, словами нельзя передать. И я обрадовалась. И я сказала, Господи, как хорошо, что я здесь. И Бог показывает землю. То и тягнет, то и бьет, то и ворует, то и кричит. Робится на земле. Я думала, Николи, як Бог понимает, шо люди роблять. Мне дано было чуть-чуть увидеть, что делают люди с высоты. И я еще раз сказала, Господи, как хорошо, что я здесь. Но было повеление с прохлады сада. Голос сказал вернуться на землю. И мне не хотелось. Но Он сказал, твой труд на земле не закончен. Братья и сестры, вы здесь сегодня на скамейке. Многих жизнь оборвалась. А вы сегодня еще здесь. Ваш труд не закончился. В семье, среди своих детей, на улице, среди соседей, на работе. Я никогда не стеснялась сказать, что я христианка. На всех работах, где я работала, все знали, что я верю в Бога. И в Америке тоже. На меня доносов столько, что я навязываю чужое божество. Меня вызывают начальники один за одним. Чтобы я писала объяснительную. Я писала. Потому что Бог так определил, когда закончился мой труд по Америке, по штату Вашингтону, Орегону, Калифорнии и многим-многим другим штатам. Еще до того, как я вышла замуж, я приехала в Нью-Йорк тоже по откровению. В посте, когда я говорила, Господи, верни меня домой. Уже три с половиной года. Уже хочу домой, дубатька. Я молилась и постилась. И сказала, если, Господи, я еще тебе нужна, покажи, в каком городе и в каком штате я должна трудиться и каким трудом. И ночью пришла ко мне личность в белых одеждах. Она говорила со мной. Она меня наставляла, обличала. Она меня укрепила. И я очень по Америке много получила всяких книг от разных братьев, разных динаминаций. И я хотела их прочитать, потому что я готовилась в колледж. И мне открыли визу в Канаду учиться. Там братья меня пригласили. Бог ночью показал шлагбаум, я не поехала в Канаду. И вот я пакую эти книги, потому что он сказал, сборы должны быть скорыми. Одежда у меня была немного, поэтому я книги эти пакую, чтобы как-то их с собой забрать. Он сказал, они тебе не пригодятся. Если ты возьмешь, Бог дает нам выбор, братья и сестры, они будут тебе временем. Возьми только Библию. Из того времени в основном читаю только Библию. И личность привела меня в Нью-Йорк, показала мне этот огромный город, и сказала, здесь твое дальнейшее пребывание, и здесь твой дальнейший труд. И трудиться не будешь одна. Я подберу тебе друга жизни. И Бог подобрал мне друга жизни, и дал мне дочь Бога, я благодарю за это, и послал меня к еврейскому народу, как и сказал, я пошлю тебя к еврейскому народу. И я 25 лет в еврейском офисе на одном месте рассказываю евреям по домам. Это профессора, это бывшие учителя, это директора, это люди высокого положения с разных мест бывшего Советского Союза. Я им свидетельствую о Христе. И многих Бог Духом Святым приложил к церкви, и Сару, и Леву, и Иосию, и Гиту. И многих других я не буду называть. Мы вместе с мужем в госпиталях молились. Я расскажу последний такой случай, когда мы молились за эту еврейскую бабушку, которая очень полагалась на еврейство. И ваш брат-служитель очень правильно сегодня утром нам он такое или наставление давал, или он утверждал, я не совсем поняла, но он именно правильно говорил о еврействе и том, что еврейство евреев не спасает. Спасает только Иисус Христос. И я об этом говорила высокопоставленным евреям, и говорила, то, что вы грамотные, то, что ваши дети адвокаты, лаера, учителя по Нью-Йорку, это ничего вам не дает. На земле жизнь закончится, оборвется. И я говорил на этих похоронных служениях евреев, примерно, в фунерахом сидело столько евреев на похоронных служениях. Этих бабушек и дедушек, которых я смотрел от офиса, многие приглашали меня сказать с кафедры что-то о дедушке или бабушке. И я говорила, вы знаете, ничего с времен Христа не изменилось, общество разделилось. Одни готовы меня были растерзать, а другие подходили и хотели со мной общаться, брали телефон и слушали, и просили Библию. Ничего нового под небом нет. Но слава Господу, Бог провел меня. Бог провел меня и помог мне. Не хочу задерживать вас. Братья очень ограничили меня временем, поэтому, простите меня, что я хотела много рассказать, но не получается. Бог дал мне путь, которым шаг за шагом я добираюсь к небесной родине моей. Бог дал мне труд в Нью-Йорке, который с каждым годом хотел бы я, чтобы он принес плод для радости. Мой Бог тебе, Бог дал мне крест, несущий скорбь и слезы, что перед сном роняю в тишине. А что еще? Бог даром дал мне руки, ноги, силы, мужа, дочку и все, что здесь имею на земле. Но, более того, Бог даст мне жизнь, жизнь вечную на небе, где нет нужды в одежде, пище, хлебе, подарит золотой венец мне на главу и сам утрет из глаз моих слезу. Амин. Слава Господу, братья и сестры! Когда-то мы пели такой чудный псалом о образ совершенной любви и чистоты. Спаситель, Царь Вселенной, пример мой вечный, ты на ликвенце терновом хочу всегда взирать, делами словом тебе лишь подражать. Правда, хороший псалом, братья и сестры, он очень длинный, я не буду его рассказывать, и нам хочется делом и словом подражать нашему Господу. Не всегда так получалось у меня, я думаю, не всегда так получалось и у вас. Были моменты разные в жизни. Я в молодости, когда трудилась пророческим даром, я трудиться им не захотела. Я сказала, Господи, я не хочу. У меня были другие дарования, и я рассказывала стихи, свидетельствовала, как-то по-всякому было. Оказавшись в Вафало, уже когда я вот была в Америке, меня пригласили на ночную молитву в Вирджинию. Там были собраны в основном только одни сосуды. Мы добирались очень долго с сестрами из Вафала, 12 или 13 мы ехали в той машине, поэтому мы опоздали. Дом был наполнен народом Божьим. И я помню голос, который говорил, я эту землю буду сжечь огнем, топить водой, трясти землетрясением. Куда бежать будешь? И знаете, слушая пророческие изречения Господа, к народу на меня напал страх. Мы у самого порога стояли, и я ничем не жалела. Я не думала о том, что вот я в Америку приехал, у меня статуса нет, у меня угла нет, у меня денег нет, у меня работы нет, у меня, может, личной жизни нет, и много что в жизни поломано, потеряно. Я ни о чем об этом не думала. Я жалела только об одном, что я потеряла этот дар, и Бога не славила этим даром. И вот из зала проходит брат и прямо ко мне, он никогда меня не встречал, никаких перекрестках, просто нигде мы не виделись. И он говорит, дочь моя, не плачь, идет время, и ты прославишь меня потерянным даром. Слава Господу, братья и сестры, сколько мы в жизни потеряли. Как нужно восстановить наши молитвенные жертвенники перед Господом, чтобы наши молитвы имели силу, что наши близкие, родные, друзья, знакомые, ваши вот здесь, американцы, с которыми вы пересекаетесь, общаетесь, увидев у вас Христа и образ, который вы могли бы отразить, чтобы действительно соль этой земли, они могли прийти ко Христу. Это ваше назначение. И не думаю, что вы приехали для того, чтобы построить здесь лучшие дома, купить хорошие машины, и один перед одним вот как-то так вот, ну, порисоваться, что ли, вот у меня хорошо, у меня еще лучше, нет. В одно время все это будет ненужным. В одно время вы будете жалеть только об одном, был такой еще псалом, ах, седина, жаль, что видна, я так мало потрудился для Христа. Вот это, об этом вы будете жалеть. О том, что вы не получили там какого-то образования, тоже стремилась к образованию, и там, и тут, и Бог везде оборвал эти пути, Бог и не дал мне образования. Он сказал, у тебя достаточно сил пройти передовой. Что это за передовая? Я не всегда понимала. Ну вот, находясь уже в Нью-Йорке, забрала меня к себе жить. Я скиталась по разным домам, это очень было трудно. Забрала меня жить одна православная верующая. Ее то звали Нина, она сама из Москвы, ее муж был еврей, но она его оставила, вот она с девочкой забрала меня к себе. И рассуждая, она так говорит, ну, ты же, ну, я понимаю, проповедовать Христа, но тебе за что-то надо жить. И это правильные были ее слова и правильные были ее советы. Она говорит, есть здесь один офис по уходу за больными, но там надо взять взятку, дать взятку две тысячи долларов. Только тогда ты в этот офис попадешь. Да у меня двести долларов нет в кармане. О каких двух тысячах можно было говорить? я говорю, проверю, Бог ли с тобой? Знаете, какой это экзамен для меня был? И перед этой женщиной, и перед Богом. Я помню, ту ночь провела в ее же квартире на коленях. Я говорила, Господи, не постыди меня, я не по своей воле здесь. Ты сказал, что я тебе нужна на этих землях. Помоги. Ты знаешь, я английский не знаю. Тот немногий язык, который я приобрела там в госпитале, когда работала, что я вам рассказывала с тем стариком, это очень был небольшой. Я ведь в основном с ним общалась по-украински. По-нашему. Какой украинский? По-нашему, по-деревенски, как люди кажут. По-нашему. И вот экзамен. Я, конечно же, не понимаю, что надо. Я не понимаю, что за вопросы, как их надо ответить. Я просто обвела то, что посчитала нужным. Оказалось правильно. разговаривая с женщиной, менеджером этого офиса, ее девочкой привезли в Израиль. Она знала русский. Она знала хорошо еврейский, поэтому работала в этом еврейском офисе. Но так как он в Америке должна была знать английский, она знала и английский. И она понимает, что я говорю, Господи, говорю, почему ты не дал мне такой возможности выучить язык. И вот я здесь нахожусь, и я ведь не понимаю, что она у меня спрашивает. Она только улыбается. Я ведь по-русски говорю. Она ведь по-русски понимает. Она говорит, вы прошли. Вы прошли собеседование. Там только какие-то документы нужно поднести, и вы будете работать. и она меня завозит. Там надо было школу еще пройти, две недели этой школы. Это такой краткий курс медсестры в Манхэттене. Преподает тоже еврейка из Ленинграда. И всем нужно тоже было заплатить. За эти курсы я не платила. За меня этот заплатил офис. А 30 человек в группе, из них 9 евреев, я очень хочу дать им Евангелие. Донести им Слово Божие. Как? Я говорю, Господи, у меня нету. Ну где взять? И вот брат из Нью-Джерси, Николай, у него появилось желание послужить евреям. Как? Он, у него деньги были, бизнес был, возможности были. Он купил Евангелий много и везет в Нью-Йорк. И смотрите, он где-то меня слышал. Я где-то в какой-то церкви свидетельствовала. На улицах Нью-Йорка он тормознул машиной, увидел меня. Нина, привет, я рад тебе, тебе нужны Евангелия, я везу. Да, нужны. Смотрите, как делает Бог. Я в торбу девять Евангелий. Но я нахожусь в этой женщине, и она знает, что я уже устроена. А она хочет бизнес открыть, и я отказала ей в том, чтобы сделать свою подпись под ее бизнесом. И она сказала, прямо сейчас ты должна оставить мой дом. двенадцатый час ночи. Меня уже один раз бахало, выгоняли. И я знаю, что такое выйти на улицу с одной сумочкой в чужой стране, в чужом городе. Я заплакала, сказала, нет, нет, Нина, я не уйду, я рано утром оставлю твою квартиру, больше не вернусь. Но на ночь я не уйду. Я у порога ее просидела до утра с этой тормой, с этими девичьи библиями. Все остальное, что я где-то по жизни имела, я всегда теряла. Я никогда не возвращалась забирать. Я как стою, так ушла. Я уехала в Манхэттен, я уехала очень рано, до занятий это было тоже рано. Я зашла в туалетную комнату, и я тоже там плакала. Я очень просила Бога помочь мне и выдержать это испытание, и где мне вечером будет ночевать, и как мне тем еврейкам эти Евангелия раздать. Как Бог знает, где мы, что с нами, и как горит наше сердце, тоже Бог знает, и горит ли оно, тоже Бог знает. Вы знаете, впервые на этих занятиях этот профессор, женщина, говорит, а мы отвлечемся немножко, у нас такое будет, как будто бы политзанятие, потому что, говорит, в Израиле такое событие, впервые в Израиле женщина в 60 лет родила, это событие, она так говорит. Хотя в группе там были и не русские, ведь 9 евреев, пару русских, кто-то из Белоруссии был, с Украины пару человек, остальные были, это местные американки. Но она перевела им по-английски, а мое сердце, я почувствовала, как сердце, как тревога, как я чувствовала всегда, что это Господь меня вот беспокоит, что я должна что-то сказать. Я вслух говорю, вы сказали неправду. Вы знаете, она просто как-то растерялась. Я говорю, дело в том, уже я встала и говорю, дело в том, что это тоже было в Израиле. И Сара, жена Авраама, родила в 90, и это правда. она говорит, о, я вижу, вы хорошо историю Израиля знаете. Вы знаете, вот эта заминка, 10 минут возможности мне рассказать о том, кто я, почему я, что меня Господь прислал сюда к еврейскому народу, и что я знаю, что этот план Божий нарушить, поменять, сломать никто не может, что я буду говорить о Христе. И вот у меня 9 Евангелий, и одна подходит, еврейка, подходит. Вы знаете, кто эта еврейка? Она жена начальника порта города Дейсы. Это непростая женщина, и не просто она одета. Когда я смотрю на верующих людей, которые по гремушках сейчас на собрания ходят, для меня это непонятно, мне просто это непонятно, потому что я видела, как еврейки, неверующие, это снимали, что это было для них непотребство, оно им мешало славить Господа. Они снимали, по какой причине наш народ вешает на себя эти погремушки, я не знаю. Это вам отвечать перед Богом. И вот, она взяла Евангелие и открылась место, где написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И вы знаете, она сказала, рекламу сделала, я бы так не смогла. Вы знаете, она обратилась к своим еврейкам и сказала, эта книга стоит того, чтобы ее почитать. И девять евреев одна за одной подошли и взяли этих девять Евангелий. Так началось мое слушание в Нью-Йорке. Как вы говорите, прейз де лорд, слава Богу, братья и сестры. И вот я в одном доме, в другом, третьем, четвертом, кто-то прогнал, кто-то унизил, кто-то написал на меня жалобу, что я навязываю чужое божество. Знаете, сколько на меня было жалоб? Очень много было жалоб. И раз за разом меня вызывали начальники. Вот один вызывает мне писатый еврей. И говорит он, ту мать, слишком много на тебя жалоб, мы не можем тебя даже держать на работе. Ты не имеешь права, в Америке это запрещено законом. Ты навязываешь чужое божество. Я говорю, вы еврей? А это все с переводчиком. А он говорит, да, еврей. Я говорю, правильно. А я еврейка Нового Завета. И Господь меня послал рассказать евреям, отступникам, которые ставили Бога, Бога Враама, Бога Исаака, Бога Иакова, которые отказались от Иисуса Христа, посланного Мессией Израиля, напомнить, что Он есть истинный Бог, и что Он есть Мессия Израиля. Вы, говорю, можете меня уволить, но я найду работу. Бог сказал, что пошлет еврейскому народу. Я найду на улицах евреев. Я все равно буду говорить, но ваш бизнес и ваши деньги, оно все пойдет даун. Вы просто все потеряете. И вы знаете, он вкладывал мои жалобы на меня, откладывал. И я не чужое божество навязываю. Я рассказываю о Боге евреев, об Иисусе Христе. И так вы знаете, что я продержалась на этой работе 25 лет. Многих людей уволили по разным нарушениям, незначительным. Меня не уволили даже тогда, когда я с маленьким ребенком приехала на работу. Это категорически нельзя. Всегда Бог находил людей, которые заступили, пались за меня. И я продолжала проповедовать. И вот я в одном доме оказываюсь. Довольно такой, еще не старый еврей, 60 лет. И вот его несет на красный, на зеленый, на желтый. Ему все равно. 12 часов, работая с этим человеком. У меня болели ноги, у меня не отходили ноги за ночь. Так надо было его смотреть. Но, конечно, я такой особой другой работы не должна была делать, просто его завести в синагогу. Просто в синагоге там его покормить раз, это не моя забота, там синагога заботилась об этом. Но я должна была присутствовать. И всякий раз, когда и мне давали еду, я вставала и молилась. И это, с этого начинались разговоры, потому что там не только американские евреи были, там были и наши русские евреи. И с многим по-разному я беседовала. Но вот этот человек, мне очень тяжело. Это проходит уже третья неделя. Я говорю сама себе, Господи, я не буду с ним работать. Я устала, у меня болят ноги. И какой смысл? Он все равно не понимает, он так ругается, он так себя ведет. Это мне так тяжело. Это так тяжело. Это только, когда я там уже жене отдавала из руки в руки его, это только было облегчение. А так, это так трудно. И один раз я ему говорю, я не буду с тобой работать. Просто не буду. Ты меня вымучил. И у меня нет здоровья. И у меня маленький ребенок. И у меня есть муж. И со мной не надо так, говорю, как ты со мной обращаешься. А он говорит, я тоже не такой. Я приехал сюда. Я без языка. У меня там были деньги, знакомства, друзья. Я здесь не выучил язык. Я здесь, говорит, потерял. Жена стала мне изменять. Мне жизнь, говорит, стала ломаться. Я понял, что я никому здесь не нужен. Сын не заезжает, не спрашивает, не интересуется. Я, говорит, сделал себя дураком. И так, говорит, мне какие-то депрессанты выписывают. Нет, я их не пью, я их выбрасываю. Но я, говорит, нагружен мыслями. Я в таком тяжелом положении. Мне, говорит, жить не хочется. И я говорю, знаешь что, а можно мой муж с тобой поговорить? А он говорит, да. И можно ты к нам зайдешь домой? И вот он пришел. И с нами тогда была бабушка наша, которая нам помогала. И наша родная бабушка, бабушка с Украины была. Она вырастила своих внуков и она мне помогала с ребенком. Поэтому я могла работать. И мы беседовали, мы молились, мы накормили его. И вот мы, когда беседовали с ним, особенно муж так доходчиво ему рассказывал, что я тоже в мире был. Я тоже, говорит, и пил, и гулял. И я, говорит, и университет закончил. И все, но это ничего мне не помогало. Говорит, я тоже здесь приехал. Я тоже без документов. Ты с документами из себя не нашел. И вот я нашел Господа, который меня освободил. Я счастлив. И вот он, когда ему светит, только, говорит, тебя Иисус Христос. Одно имя, не другого имени. Оно тебе, Лева, поможет. Призови его. И он не захотел даже уходить. Он говорит, помолитесь за меня. Пусть это имя поможет мне. И сам он говорил, Иисус, Иисус, ну, помоги мне, помоги мне, выведи меня из этого положения. Знаете, как мы молились, его лицо просветлело. Каким он стал другим человеком после молитвы. И вы знаете, что я когда-то была в воле Вистеев. В Эстонии. И я видела братьев. Это бывшие братья-баптисты, которых Бог крестил Духом Святым. И через которых были сильные движения, исцеления. И старшее поколение знает, помнит. Я видела тех братьев. Лица братьев сияли. Я не понимаю, когда лица братьев верующих не сияют. Я этого практически не понимаю. Если мы свободны, если мы знаем Господа, если мы счастливые, а мы счастливее всех людей на земле, мы эту радость, мы эту счастье, мы должны донести до других людей. Люди должны увидеть. Знаете, я иду по улицам Москвы. Это был 77-й год. Я практиковалась. Меня как лучшую отправили в Подольск на практику. И вот я по Горького иду. Я по Горького иду. Ну, я не знаю, что на мне так особо одевались. Тогда мы же очень просто. Но я иду, и я кому-то там... Я говорила, я очень многим говорила. Тогда беседовала с конструкторами. Они меня то в кино, то на танце. Я говорю, я не туда, не на танце. Я не в кино, я нигде не хожу. Я христианка, я служу Богу. Я провожу свое время в молитве, чтении слова, в пене. Они считали, что я ненормальная. И вот машина тормознула на Горького. Сейчас это Тверская Волга с затемненными окнами. Окна приоткрылись. И тот, что со стороны, такой интересный, ну, внушительный, важный, думаю, что какой-то начальник, он говорит, красавица, ты почему такая счастливая? Ну, я не видела, что мое лицо такое счастливое. Просто радостное было, что я засвидетельствовала. А я говорю, потому что я верю в Бога. Он говорит, ненормальная. Вы знаете, я подумала, это было в Советском Союзе. И я по улицам Нью-Йорка однажды с госпиталя, это 45 минут я шла пешком. Ну, я не думаю, что это, может, 5 километров. Я помню хорошо, что это было 45 минут с госпиталя. Я была очень счастлива. Тогда эта бабушка уверовала. Для меня это больше счастья не было. Я не ждала трейн, я не ждала автобус. Я шла. И вы знаете, как, я не знаю, что тоже было написано на моем лице. Ведь я рассуждала, тот бывший Советский Союз, там нас гнали, там нас унижали, там нами пренебрегали. А здесь другая страна, другие люди говорят, что они христиане и прочее, и прочее, хотя я не думаю, что тут много христиан. Здесь пристанище всякому нечистому духу. Это мой вывод такой. И я иду, я иду, и вот уже заворачивать в мой район. Тормознул Кадиллак. На Кадиллаках тоже ездят богатые американцы, правда? Ну, простой какой-то лапотник, если я так скажу, то не сядет на Кадиллак. И тоже открывается окно затемененное. И тоже при галстуке, знаете, такой при костюмчике, говорит, beautiful, why you so happy? Я говорю, беказами были, венди заскрас. Крайз, он говорит, you are not normal. Ты ненормальная. То же самое, братья и сестры, куда бы вы ни заехали вы, где бы вы ни зашли, мы народ особый, мы люди взятые в удел, в определенные рамки, мы соль земли, и там мы были солью, здесь должны быть солью. Если мы потеряли эту соль, то сам Бог сказал, это слова Иисуса Христа, что вас выбросить вон на попрание людям. Так закончится ваш путь земной. С вас будут люди смеяться, если вы не станете за правду Христову в проломе, если вы не будете есть эту евангельскую весть, если вы не будете исполнять посольство Господа нашего Иисуса Христа на земле, ваша жизнь закончится крахом. Вас выбросят вон. Посмотрите на послов, которые представляют Америку. Посмотрите на послов, которые представляют Россию, Украину, Белоруссию или какую-либо другую страну. Это особые люди. Это люди должны быть в особых рамках, представлять интересы своей страны. Они знают, что им можно сказать. Они знают, что им нельзя сказать. Они определенно ведут себя. Они посольство какой-то страны представляют. Мы, братья и сестры, представляем посольство неба. Мы представляем посольство Господа нашего Иисуса Христа. И как мы расслабились, как наш язык ходит, расхаживает, как мы бываем там, где мы не должны бывать. Может, мы ходим на Мавистские поля, нам придется вернуться с этих Мавистских полей. Наимень возвращалась одна. Хорошо, что Руф. Хорошо, что Руф согласилась. Она потеряла мужа, она потеряла сыновей. Она возвращалась назад, домой, на родину одна. И вот, когда я была в Баффало, и хотела поехать очень получить образование, духовное образование, библейское образование, я считала, что недостаточно, что надо как-то себя потренировать, чтобы какие-то учителя меня подучили, как говорить, вот, как служить, как рассказывать людям, как все-таки донести евангельскую весть до неверующих людей. И вот, я в эту Канаду не попала, Бог меня не пустил, хотя мне визу открыли. Канадское посольство открыло мне визу. И когда я получала, когда я получала, был суд в Нью-Йорке, и там решалось, дать мне статус или не дать, прокурор сказала, вы нарушили законы Америки. Я сказала, вы сказали неправду прокурору в судебном, эмиграционном суде города Нью-Йорка, знаете, мне могли бы наручники идти там сразу. Я говорю, внимательно посмотрите, там стоит печать, там мне разрешали поехать в Канаду, но Бог мой, которому я служу, явился той ночью, показал шлагбаум, опустился шлагбаум между Америкой и Канадой, и Бог меня туда не пустил, а показал поле. И на этом поле одна женщина. И голос сказал, узнаешь ли ты эту женщину? И я сказала, Господи, по Писанию одна единственная женщина, Руф, мавитянка, собирала колоссия на поле Ваоза, и Бог сказал, иди, и ты поступай так же. Что это значит? Я пошлю тебя к еврейскому народу. Дважды мне Бог сказал, что он меня пошлет. И так все и случилось. 25 лет я прожила в Нью-Йорке, 25 лет я протрудилась, я богатства не дожила, я добром похвалиться не могу. 14 лет коммунальной квартиры. И вот в этой коммунальной квартире живет с нами друг Сергея, моего мужа, который вместе с ним принимал водное крещение, который тоже рвался служить Богу, но где-то надломался, где-то как-то не получилось у него. И он стал отступником. И очень тяжело жить с отступником. Очень тяжело, как меня, нас Бог проверял. 14 лет. Сколько мы видели, натерпелись, наплакали. Я просила, Господи, освободи меня. Я не могу уже это бремя нести. Освободи. И слышу голос, когда я однажды молилась, вымету, как выметают метлой. Но я подумала, что это с головой что-то так стало и так напряжена уже. Мне так тяжело. И эти больные бабки, и это тяжелая работа. И это все, эта комнатка, эта теснота. И этот друг Сергея, который пьяный приходит, и всегда кого-то еще из друзей приведет, или каких-то женщин приведет. И это крики, и это маты, и это все то, что мы слышали. А за ними надо было еще все убрать. Я говорила, Господи, у меня нет сил. У меня просто нет сил. За что? И Бог мне показал, что я не люблю ближнего. Что я не являюсь самарянкой. что мне надо его полюбить. Что мне надо его понять. И вы знаете, когда я его полюбила, когда я поняла, какая тяжелая жизнь у этого человека. Что он имел принципы. Он был женат на немке. И когда та уезжала в Германию с ребенком, его сыном, он не поехал в Германию. Он сказал, что вот он не может простить того, что когда-то делали немцы. Он не поехал туда. Он очень хорошо играл. Он закончил училище Гнесиных. Он в Нью-Йорке сдал на лассенс электрика. Он работал как раб. И вы знаете, я видела, когда я одевала бездомных и прибегала, и говорила, Сережа, Саша, у вас куртки какие-то есть. Дайте обувь какую-то. Там много людей собралось. Они после дождя, они мокрые. Они их надо одеть, накормить. И он лучшие одежды отдавал. Он отдавал кашемировое пальто. Он отдавал лучшие рубашки. Он отдавал обувь. Он отдавал обувь с этикетками. Я шла, я обувала, я одевала. И вот когда, когда действительно Слово Божие исполнилось, что вымету, как выметают метлой, в этом плане пришла миграционная служба и забирала нашего Сашу рано утром в миграционную тюрьму. И мы спохватились. Бог так сделал. Мы у хозяина ведь снимали это ванн-бэдром-апартмент, но хозяин сделал так, лист на него и лист на нас. Как Бог все предвидит. Ведь тем утром хотели на нас одеть наручники. Хотели на мужа, на меня, а ребенка забрать в чужую семью. Сколько мы пережили. И лишь только потому, что мы официальный лист имели, что мы не румейта держали, что ни мы прятали нелегала, мы не пострадали. И вот его забрали. Вы знаете, как мы с Сережей искали его по всем тюрьмам в Бруклине, потом в Манхэттене, потом в Нью-Джерси. Мы не могли его найти. Мы молились, мы плакали. Я зашла одной, разошла к одному адвокату и сказала, помогите нам найти. Ну, это стоило 100 долларов. Хорошо, мы заплатим 100 долларов. Я ей рассказываю, вы знаете, что мой отец служил Богу. И из детства, когда мой отец заболел раком, это был приговор. Сказали, четвертую стадию не лечь, от него была третья стадия. И вот он в Пинске. Он, и не буду про отца много рассказывать, он днёт служение. За его служение, когда люди уехали сюда, покаялось в нашей деревне очень много людей. И первыми, кто пришли к Богу, это соседи. Дорогие братья и сёстры, живите так, чтобы первыми к Богу пришли ваши соседи. Это очень сложно. Они наблюдают за вами, они видят, они многое знают, больше, чем, может, вы про себя знаете. Это ваши соседи. И вот к первому, первому к Богу, в Сабаровцах, откуда это наша сестра, ваша, член церкви, тётя Зоня, шли с соседей. Вот папа умирает от рака в 70 лет. И в Пинске, в онкологической больнице, с китей не задерживаю, и в Пинске, в онкологической больнице, когда ему сказали, что его будут оперировать, он, это был первый этаж, он вылез через окно, это осень, в споднем белье. Тогда, а отцы наши носили споднее бельё, он вылез через окно, и он сказал, «Господи, мне лучше умереть под этим кустом на коленях, чем когда меня будут резать на операционном столе». Но он всю ночь, проведя осенью под этим кустом, напоминал, когда его юношей забрали, когда его били, когда его тройка судила, когда его чуть не расстреляли, как он дело Божье вёл, сколько раз КГБ вызывали, сколько раз он домой не возвращался, сколько раз в Гомеле, находясь, его машину угнали, и ангел Господень говорит, «Вставай, Федя, твою машину угнали!» Полную цементом нагруженную эта тюрьма за это. Как ему Бог помогал, как он вёл дело Божье, как он стоял за истину, он не дрогнул ни перед кем, он всегда пел, он всегда Богу служил, он открыто говорил, он никогда не прятался, что он христианин, ни перед начальством, ни перед адренсельчанами, ни перед другими людьми, и ему было, что сказать Богу, и он плакал, он плакал, под этим кустом он плакал, и под утро он услышал голос, «Сын мой, встань с колен, ты здоров от болезни твоей, иди, скажи об этом врачам, если не послушают, ложись под ножи, они разрежут тебя, но болезни в тебе не найдут». Папу моему разрезали, оказались юноша, отказались органы молодого юноши, Папы болезней не стало, Папу Бог полностью восстановил для служения, и насколько Он показывал, что дуб усыхает, потом, после этого Бог показал, что дуб этот зашумел, зашумели листья, зашумели ветви, и Он сказал, «Посчитай эти ветви», и мой папа мне говорил, «Было восемнадцать», и Бог сказал, «Если ты мне будешь нужен, я продлю еще». И Бог еще продлил. Папе на два года, папа ушел в девяносто с чем-то, и братья и сестры, не за папу, не за себя, я за то, что есть одна правда, она у Бога, другой правды нет. Христос у нас есть путь, и истина, и жизнь. Если вы познали, это единственная радость, это единственное счастье, и не будем так, как Бог сказал, Он сказал в Ефесской церкви, что же сказал? Там много хорошего было в Ефесской церкви, что Бог сказал, «И имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Подожди, себя останови. Слышишь ли? Звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Брат, сестра, ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был вначале. А тебе скорбит Бог каждый день, возвращение ждет, и все напрасно. Отчего скажи, когда и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудишься, усталости не зная. Только труд, что сделан без любви, ничего в глазах Христа не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что связала тебя с Христом. Однажды, знай, не станет вечно Бог стучать, будет горьким для тебя медленье. Может, этот штук сегодня последний раз? Слышишь ли, Христа ты и обращение, и напрасно голос его звал, словно птица бился грудью в стекла. Ты ведь не желаешь отвечать сердцем легкомысленным и черствым. Не спеши, брат, сестра, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное и мне, и тебе, и ангелу Ефесской. Так, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои, а если не так, скоро приду к тебе и извиню светильник твой с места твоего, если не покаешься. Аминь. Эфесская